Осыпается позолото, тускнеют короны, Остаётся свет, серебряный свет и голос весны. Олег Погодин, лучшие романсы и песни. 2 марта, Дом Конгрессов, в 19 часов. Здравствуйте, прошла неделя, как всегда, в эфире Ток-Шоу НАБУ. Сегодня у нас маленький праздник в нашей программе, потому что сегодня сбывается одна из мечт, одно из мечтаний. Я всегда говорю, что мечты должны сбываться, и сегодня такой хороший день. И я рада, что сегодня нашей программой мы выполняем многочисленные ваши просьбы. Вы о встрече с этим человеком спросили нас не первый год. Но мы не могли встретить с ним не потому, что мы такие капризные, а потому что, к сожалению, он не так часто бывает в родном городе. Субтитры создавал DimaTorzok Встречайте, у меня в гостях блистательный Олег Погодин. Немецкий пивной ресторан «Чайка». Лучшее. Вы знаете, я хочу уточнить. Вы хотя бы пытались посчитать, сколько дней в году вы бываете действительно дома? Нет, считать не пытался, потому что будет очень грустно, если посчитаешь по-настоящему. Но так было не всегда, это последние три года примерно, когда я в Петербурге бываю, ну, крайне редко. Это действительно... Потом в течение года может набраться, конечно, месяца два-три пребывания дома, но это вместе. А так обычно по два-три дня или, ну, самая большая неделя. Ну, такая жизнь, она может утомить. Как же над служением муз не терпеть суеты? С одной стороны, да, с другой стороны, хотя суета это нехорошо, мне так по-своему кажется. Но тем не менее, музы, которые суету допускают так или иначе. А вот деятельность солирующего артиста в представленческом жанре, простите за такую эквилибристику словесную. То есть, будь то, допустим, актер или певец, то есть тот человек, который сидит сейчас перед вами. Гастролин жизнь — это необходимая составляющая профессии, никуда от этого не денешься. Можно как-то манерничать и говорить о том, что это трудно, о том, что это изматывает, утомляет. Действительно изматывает, утомляет, но тем не менее, это приносит такое мощное удовлетворение и счастье профессиональное, что, наверное, в каком-то смысле утомление компенсирует. Вот тоску по родному городу не компенсирует, это я могу вам сказать совершенно честно. Но я хочу сейчас ненадолго остановить наш разговор, потому что в нашей программе есть традиции, которые мы должны соблюсти. Такая постоянная рубрика называется «Партия лет густы». Хочется думать, что путеводной звездой в творчестве Олега Погодина была Галина Карева. Полное соответствие внешности, голоса, манеры поведения, тому, что он доносит до зрителя. Ощущение гармонии. Мне кажется, что Олег Погодин очень тонкий и ранимый человек. Мне кажется, что он очень любит рассказывать детям сказки. Мне кажется, за обликом уравновешенного и милого человека скрывается резкость. Романс — это страсть, и, может быть, он как раз исполняет романсы, потому что не хватает страсти в реальной жизни. Создается впечатление, что Олег Погодин влюбчивый человек. Мне кажется, что он очень несовременен. Ему надо было родиться в XIX веке. Мне кажется, что Олегу Погодину иногда хочется вернуться на драматическую сцену. Чувствую, люди про вас все знают. Я должен как-то это комментировать. Да. Ну что запомнилось? Общее впечатление? Запомнилось почти все, но общее впечатление, оно достаточно отрадное. Похожее ли? Потому что, знаете, вот артист, актер, в принципе, существует, как бы кто ни ломался, как бы кто ни пытался набить себе цену, существует разница между человеком, существующим на сцене, человеком реальным в жизни. Это просто даже было бы странно, если бы это было не так. Что касается моего сценического образа, хотя я не люблю, так говорить, сценический образ в отношении своей персоны, но, тем не менее, наверное, достаточно все это близко. Вот. Что касается жизни, что касается вообще общего поведения, как бы, личности, позволите так сказать. Да, да, да. Вот. Ну, что-то точно, что-то совсем не точно. Не-не-не, но чуть-чуть поподробнее. Вот про ранимость, вот здесь вот очень хорошо, влюбчивость, страсти, захотят вас страстей. Вы знаете, страстей хватает выше головы, это я абсолютно точно. Когда люди говорят, говорят, про 19 век, да, вот он такой вот весь томный, такой вот там закрытый. Я представляю, что просто у вас образ, искусство у вас такое, да, что вы вот такой весь поэтичный, такой задумчивый, да, ну, страстный. И людям иногда трудно представить, что вот есть в жизни такой замечательный молодой человек, Олегов зовут, уходит в джинсах, слушает, я не знаю, кого вы слушаете, по-моему, классики? Я хожу в джинсах, конечно, но... Мадонну, я знаю, кого вы там, слушаете же кого-то? Нет, нет, нет. Джаз, я не знаю. То есть, вполне современен... Вот что касается 19 века. Нет, что касается современной жизни. Хорошо, давайте от 19 века. Вы знаете, странно было бы говорить, и вообще это немножко опять литературный подход к действительности, который на самом деле хорошо читать и плохо использовать в жизни. Не бывает несовременного человека, ну, не бывает. Родились мы вот сейчас, значит, мы современны этому времени по факту. А тем более, когда человек дожил до 34 лет, как в моем случае, в этом времени, значит, ну уж как-то он с этим временем соединен. Дружить, хорошо, хорошо. Машина у вас есть? Вот не дружить со временем... Сейчас, я хочу понять, нет, подождите, я хочу понять современное пристрастие. Компакт-диск утром включил, да, кофе, тостер. То есть, насколько современна ваша жизнь? Я хочу понять. Я пользуюсь всей современной техникой, вот. Что-то я умею делать, вот, тостер я, естественно, смогу включить, вот, и кофе сам себе сделать смогу. Хотя, если мне может делать кофе кто-то другой, вот, я всегда использую эту ситуацию, скажу честно. Хорошо. Хорошо. Машина есть, правда, сам я не умею водить машину. Не водите, да? Машина мне необходима по факту существования. Я понимаю, ну, я знаю, горные лыжи, скутера какие-нибудь. Насколько вообще вот такой вот? Нет, 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 нет. Димона, что в зеркале нет отражения, И даже напротив не видно лицо. И пары успели устать от окружения, И все-таки я допою до конца Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в вокале. Минутный порыв, говори, Роман, И лучше мне молча допить Пока Мне хочется, чтобы жизнь была изящна. Внутри меня и вокруг меня. И в этом смысле мои идеалы эстетически подчеркиваю. Идеалы, они действительно сосредоточены в 19 веке. Но 19 век от Пушкина и до начала 20 века, я, в принципе, 18 год 20 столетия, 19 век себе представляю, он тоже ведь очень разный. Он далеко не томный, это можно сказать, и в 18 веке. Он часто жестокий, у него есть оскал терроризма, такой же, как в конце 20-го столетия, сейчас могут быть делать такие большие глаза. Вы книжек не пишете, Олег, Олег, вы книжек не пишете, вы так хорошо предлагаете, вам надо лекции читать, правда. То есть сегодня у нас не лекторская программа. Вы знаете, как я обрадовался, когда я вошел в студию. Когда я увидел вот то, что сейчас прямо за нами, я вздрогнул какой-то очень точный, почти до боли, ностальгии о прекрасном. Это редко. Я вот за то, как оформлена студия, уже могу поклониться. Фактически мы уговорили, мы рады. Да, да, да. Это то, что разлито в нашем родном городе, и то, чем не обладает ни один город, который я проехал. Не обладает, в каком плане, одновременно настоящей, мощной внутренней и внешней красотой, изяществом, в то же время мужеством, силой, достоинством. Этого нет ни в российских городах других, ни в европейских городах, которые я смог все-таки проехать. Я проехал достаточно знаменитые и серьезные места. Вот. И XIX век законсервирован в Петербурге, так же, как он законсервирован в русской литературе. Так же, как он законсервирован, простите за это слово, я его вынужден употреблять, в русском романсе. В жанре, в котором я работаю больше всего, и который на самом деле для меня более всего дорого. Я вновь пред тобою стою, очаровав, и в дивные очи гляну. И вновь непонятной тоскою взволновав, я жадный очей не свожу. Вам когда-нибудь бывает жаль, что вы все-таки не закончили консервацию? Я имею в виду не диплом. Я там и не учился. Да. Ну, что вы не посетили, а не получили серьезную музыкальную организацию. Бывает. Бывает. Оперу я люблю. Вот. По-настоящему. Преданно, нежно, но правда, как музыку. Вот. Как представленческий жанр. Мне в нем скучно и тесно. Это и... Скучно? Вам скучно в опере? Скучно. Потому что в опере почти невозможно быть живым. Опера крайне формальное искусство, крайне условное. И для того, чтобы спеть оперную арию, тем более спектакль оперный, ты, ну, необходимо должен жертвовать естественностью. Это, опять я говорю, банальность. Да, но при этом здесь есть музыка Верди. Вот музыка, да. И вы, в общем-то, лишены возможности с этим, да? Суприкасаться. Вы знаете, как сказать, я, да, лишен возможности в этом, работать. Вот. Но, видимо... Я ведь говорю всегда, жизнь серьезная, я чувствую серьезная. Видимо, есть судьба. Вопрос судьбы, он складывается не только из наших исполнений, наших желаний. Вот. Как-то судьба нас определенным образом все-таки устраивает. Допустим, мне хотелось бы быть оперным тенором. Хотелось. Хочется иногда до сих пор. Но! Я не хочу жертвовать той роскошной, великой свободой, которой я обладаю в камерном жанре. Вот. Я могу быть естественным человеком. И я могу нисколько себя не калечи, не ломая, говорить, говорить со сцены, хотя я пою. Но, в принципе, это всегда беседа со слушателями. А другой вопрос, похоже, да, на мой вопрос в консерватории. Но просто я хочу понять. При этом есть драматическое образование. Есть. Нет ли, ну, где-то, сожаления о том, что вот вам теперь не выходить на драматическую сцену? Вы так легко распростились с этим? Я нелегко с этим простились. Но я был в процессе. Вы знаете, я не пришел себе, не сказал, вот я не буду работать в театре больше. Я работал все-таки в большом драматическом театре. В театре поседень достойным, а тогда просто великом. В начале 90-х годов еще. Вот. Но, вы знаете, с театром я разошелся как раз философски, нравственно. И разошелся не тогда, когда я оттуда ушел. Ушел я по вполне прозаическим причинам. Это был 92-й год. И реализоваться в театре я тогда не мог. А, в принципе, я очень сомневаюсь, мог ли бы я вообще реализоваться в театре. А если бы пошли роли? Наверное, было бы тяжелее уйти. Вот. Но в конце концов... То есть они бы вас не задержали? Задержали бы на несколько лет еще. И это было бы, кстати, уже может быть серьезным препятствием для того, чтобы реализоваться в том жанре, в том качестве, в котором я сейчас, в общем, уже реализовался. Я мог бы даже, наверное, примириться с театральной антрепризой. Но с институтом театра я уже не помирюсь никогда. Театр — это колоссальная, громадная человеческая мясорубка. Он подчиняет себе человека целиком. И, мало того, ему за это трудно предъявить претензии. Такое вот уж устройство у него. Актер должен дать ему все. Личную жизнь, философию, пристрастие, желание. Все должно быть сосредоточено там. Тогда есть вероятность успеха в театральной... Ну, как бы не карьере, а жизни. Вот. Этого я тоже не хочу. Вот, знаете, 10 лет такой успешной деятельности творческой меня избаловали. Мне хочется быть свободным человеком. Последний раз я видела вас так близко. В пролеты улиц вас умчало кто? Мне снилось, что теперь В притонах Сан-Франциско Лиловый я вам подает мантон. Я знаю, что у вас вообще-то какая-то по наследству передающаяся вещь, голос, да? Да, погодиная, в общем, поющая на много поколений. Это да. А где пели? Что пели? Профессиональный певец я один. Вот. Хотя профессиональное образование певческое у многих. Ну, вот судьба, как бы, там была достаточно. Вся она энергетическая у многих, да? Вот. Именно у меня, в родне, отец очень, очень хорошими данными обладает, но и поет хорошо, но он получил другое образование, состоялся в жизни совсем иначе. В машиностроении, слава богу, очень хорошо состоялся. Вот, а другие родственники, и детья, и какие-то, ну, о ком я знаю чуть подальше, вот, там и консерваторское образование, и серьезные, очень серьезные локальные данные. Но просто вот там судьба была жестока в плане профессии, и им пришлось просто не заниматься этим. А дома вообще поют, не знаю, там папа поет дома? Поет. А вы вдвоем поете? Ну, бывало когда-то, я давно не живу с родителями, поэтому я люблю с ними очень редко, как и с родным городом. Не то, что попеть, повстречаться некогда, да? В общем-то, да. Интересно, так, а сколько вам было лет, когда вы поняли, что у вас вот есть такой голос? Тем более, я понимаю, что вы мутацию благополучно как бы просто пережили. Вы знаете, очень мало лет было, потому что я, наверное, как-то понял это вообще изначально, потому что я не помню себя раньше пяти лет. Вот, но есть записи, вот родители, спасибо вам огромное, они это сделали в свое время, где мне года два, и, в принципе, интонируя достаточно часто, еще плохо проговаривая. Записи аудио, да? Да. Ничего себе, да. Человечек вот тот вот уже достаточно внятно выводит мелодии какие-то. У вас дома есть инструмент рояль? Есть, есть. Вы музыцируете? Нет, учитывая то, что я... Вы же закончили в школу, как вы можете? Я дома почти не бываю на том пианино, которое стоит у меня. Вот, теперь я не музыцирую. Вот, пою почти постоянно, конечно. Но ваше вот, как сейчас, знаете, модно говорить, я думаю, это не обидно, слово ниши, да, которую вы занимаете в отечественном искусстве. Надо все-таки это понятие для меня объяснить. Да? А, место, которое я занимаю в отечественном искусстве. Хорошо. Знаете, ниша, это все-таки какое-то укрытие, знаете, вот, которое спрятался и оттуда... Знаете, когда вот так, а там же античный стадо стоит. Из девятнадцатого века. То место, которое вы занимаете в отечественном, в современном искусстве, оно... Пока объяснила, забыла, что хотел сказать. В общем, вы... Ну, не важно. Ну, не важно. Сбили меня, что такое ниша? Это, это, вот, это такое вредное качество, иногда могу сбить. Хорошо. Ну, что, я сама такая, знаете, могу легко вообще... Вы хотели спросить, удовлетворяет оно меня? Нет, я хотела спросить... Или населенали, населенали это, как я не помню. А конкурентов нет, конкурентов нет. Насколько вам... Я понимаю, что вам комфортно. Кажется, что этот жанр, которым вы занимаетесь, достаточно прост, да? Потому что романс можно спеть дома. Любимая девушка, музицирует, может спеть дома, да? А где-то о грань, когда вот эта наша домашняя мастеровная любовь к романцу становится профессиональным делом и, в принципе, очень нелегким. Самое сложное, это его простота, на самом деле. Чтобы что-то простое было интересным, нужно затратить определенные усилия. Но самое ценное, мне кажется, и не только в искусстве, и в философии, и в жизни, это та простота, которую он называет гениальной. Но романс в лучшем своем проявлении к этой гениальности пробивается даже легко. Но романс — это искусство мира. И вот эту меру... Легко сказать, трудно сделать, да. Легко сказать, трудно сделать. Вот это, наверное, самое сложное. Знаете, ведь не случайно были попытки вот у многих ныне знаменитых артистов. Я говорю это слово в кавычках, потому что, иначе не могу сказать. Ну, имею в виду популярную эстраду нынешнюю. Заняться романцем. Ни одной удачной. Но ни одной. И, по счастью, где-то в середине 90-х годов они себе это поняли и не трогают этот жанр. Потому что романс мстит моментально. Как это выглядит? Он становится пошлым, если его не понять, если ему не поверить, и если, на самом деле, его не вознести. Если его возносишь, то есть устремляешься вместе с ним к высокому, это тоже очень легко. Но вот на высокое нужно иметь право, если ты сначала поешь песню про... Как это сказать? Ладно, не хочется язык коверкать. В общем, песню. Вот так или иначе, откровенные высказывания по поводу своих интимных переживаний, или там бум-бум, трам-тарарам. После этого романс невозможно выговорить. Он не даст этого просто сделать. С другой стороны, крайне мало успешных достижений в романсовом жанре у замечательных, порой, академических певцов. Хотя они-то как раз к романсу обращаются, что не по поводу, постоянно. Но, как правило, они его просто растаптывают. Я на бис спою романс. Ну, примерно так. Но есть самые счастливые сочетания, когда великие голоса, сейчас назову имена мне дорогие, вот, и был вопрос о путеводной звезде, хотя очень уважаю Галину Кареву, и как исполнительницу, и в каком-то смысле для того периода, как личность. Но путеводные звезды для меня в пении. Это в первую очередь Сергей Аковлевич Лемешев, Надежда Андреевна Абухова. И вот это, пение и того, и другой, крайне счастливое и редкое сочетание, когда великий оперный голос не уничтожает, а тоже возвышает романс. Ну, вы доверяетесь себе или вам нужно чье-то чуткое ухо со стороны, потому что чувство меры же, вещь очень... Вы знаете, в первую очередь себе, но помимо этого и... Вы так как-то записываете, слушаете? Нет такого? Какое-то время, какое-то время да, но уже давно я этого не делаю. То есть для того, чтобы понять что-то, мне кажется, необходимо себя увидеть или услышать со стороны. В первый, кстати, раз это для меня было таким же шоком, который описывает почти каждый исполнитель, который себя впервые раз услышит или увидит. Вот, но когда ты понимаешь какие-то вещи, на которые уже не надо смотреть со стороны, начинаешь чувствовать внутри очень хорошо. Плюс аудитория. Я выступаю, я и слышу, и чувствую реакцию. И, кстати, любой артист, тем более солист, который вынужден... Ну, это счастье на самом деле, но тем не менее и вынужденное счастье находиться полтора часа на площадке один на один с залом, а иногда это как в концертном зале Октябрьский, четыре тысячи человек. Ну, и очень хорошая для такой программы площадка. Почему? Великовато. Нет, вот, кстати, вернемся к романсу. Это нужно, нужно обязательно об этом сказать. Романс можно исполнить в комнате. Романс можно исполнить тет-а-тет, как мы сейчас с вами находимся. И романс можно исполнить на шесть тысяч человек в зале. И это был у меня этот опыт. И он, если только ты с ним совпадаешь, он будет уместен и там, и там. Оперу невозможно показать одному человеку. Вот. Романс можно. Да, но у нас, знаете, я приведу пример. Когда-то был в этой студии Михаил Казаков, и он объяснял, как читать, ну, давал какие-то, да, советы профессиональные. И он говорил, одно дело я читаю вам, другое дело я читаю на камеру. Разный посыл. У вас тоже получается? Посыл, конечно, разный. Посыл, конечно, разный, но это техника. Ну, как же так вам, девятнадцать лет? Как это можно спеть на шесть тысяч человек? Ну, знаете, можно, как вы показали, как делают некоторые знаменитые оперные певицы, вот. И можно восхититься голосом и совершенно не услышать романс, не понять его сути, иногда даже и улыбнуться и посмеяться про себя. Ну, зачем же так громоподобные, так мощные, такие интимные слова? А можно, ведь вот тут, кстати, это уже актерская школа в своем роде, хотя человек может не обладать актерской школой, лишь бы он этим был дал внутри и понимал. Посыл, может быть, ведь и сердечный. Скажите, почему нас с вами разлучили, зачем навек ушли от меня, ведь знаю я, что вы меня любили. Но ваших скажите, почему... Вы знаете... Как бы вы ни любили. Это на самом деле определенного рода катастрофа. И, кстати, вот это очень тонкий вопрос, и спасибо за него, и он для меня вопрос достаточно больной. Я не умею выключаться, и поэтому трачу себя очень серьезно. Вот. Либо уже, если выключаюсь, для этого необходимы какие-то, знаете, как какой-то побег. В прямом смысле этого слова, куда-нибудь отъезд, а по счастью, я проехал столько за свою жизнь уже сейчас, что есть много мест, где меня любят и ждут, и вот нужно просто решительно как бы бросить все и куда-то умчаться. Все равно хватает на... И не петь, не петь, не петь, не петь. Ну, это как раз не обязательно, не важно, но такой как бы внутренний щелчок, который, ну, позволяет как-то забыться немножко, он опять очень короткий. Чрезвычайно сложно вы живете, но можно... Это радостно. Да, ну, я понимаю, что вы... Вас можно назвать, если мы говорим все-таки вот о музыке, да, не о каких-то житейских районах, в этом смысле абсолютно счастливым человеком, нашедшим то дело, которое в этом он любит, да? Ну, в общем-то, да. Наверное, да. Вот честно, просто, да. Да. Согласитесь, что это нечестно было. Давайте порадуемся. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон